В последний раз мы закидываем невод Подошел к концу десятый последний тур пасты четвертого сезона И прежде чем отправиться в заключительное путешествие Мы решили все-таки подвести итоги Посмотреть кто с чем пришел к этому не туру Гранд финалу Потом мы уже отдельно подведем итоги всего сезона Но как бы десятый раз подведем итоги тура Посмотрим что вообще происходит И по текаре сражившись с Баркой Кто победил Михаил? Ну только это и получились юниты, но не важно Победил я, я играл с Пашей Паша был возможен взять реланш Это, друзья, это как бы на самом деле После нашей с Михаилом партии была главная партия сезона Здесь решался вопрос Ну собственно вы знаете Я интригу максимально поднимал Что смотрите, сейчас Павел просто своими некронами жесткими дерет Михаила И у нас будет паритет И только там по каким-то очкам Как всегда там вторым-третьим Михаил сможет на первое место Так что меня победил Да Вот Типа там посчитают обратным числом Да, по одной победе А, ну да, у нас было по одному поражение Тогда все равно Да не важно, как говорится Мы ради этого играем Но Справедливости ради Я играл с Пашей Я так аутирул Я вообще мозг не включал во время партии Я прям вообще Вот вообще что-то действовал на инстинктах Какую-то чушь творил и все Вот Но Но Надо сказать одно Важное заметить По партии с Пашей Ну, партия считаю получилась прикольная У нас Мы там веселились Паша тоже достаточно дупил Как бы он там такие ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ А нет, Паша выспавшийся был Я ему не выспавшийся Но не важно Мы записываем это до того Как смонтирован роликсом по партии Вы должны это понимать И я не уверен Как это будет выглядеть у вас Но там у нас партии произошел Как бы Очень большой конфуз Потому что У нас Можно было хранить интригу до последнего Но типа кек в том, что по итогам Того, как мы сыграли с Пашей У нас получилась такая жесткая ничья Различие было только в том, что я Паши Банально больше убил и у меня еще при этом Больше выжило, логично И по нашим Этим дополнениям Получается, что победа моя Но У нас произошел один факап Мы не досмотрели с Пашей, что Случайно забрали кубик с юнита С побитыми вундами И на самом деле у Паши бы не было Одного юнита под конец игры И это уже бы точно было бы Произошло самопроизвольное лечение юнита Да Если что, Паша здесь ни в чем не виноват Правила нарушились сами Да, нет, просто случайно Кто-то, короче, с***л кубик с юнита Ну, бывает такое А не обратили на это внимание Это уже актуально стало на четвертый, на пятый ход Там, естественно, ты уже не помнишь, что было в первом Возможно, забывается Это только потом Вот, и поэтому, как бы Было бы удобно, если бы у вас была видеозапись происходящая Не, так вспомнили про это мы уже такие уже в конце Понятно, это я иронизирую Да, вот Поэтому, типа, получилось, конечно, так Типа, возможно, не очень Не столь красивый Такой красивый финал, как он по итогу получился Ты так рассказала В чью бы сторону-то все это? А, ну, в мою тогда Там просто не была бы ни ничья Тогда просто у Паши минус несколько миссий было бы сразу И все Типа, там минус контроль и точек Вот это все Но Будем считать все равно, что красиво Ну, это было некронское чудо, очевидно Как бы Да Поле боя, не без чудес Особенно на Вархаммере Но я пытался с Пашей как бы Попредоставить все возможности Потому что, честно говоря, вот я Ну, то есть, ладно Партию, когда я играл с Митродором Когда я проксил Германа Я был, типа, больной И то хуже я себя Ну, в худшем состоянии я не играл Еще ваху Мне кажется, это отдельный, как бы Жанр следить В каком состоянии Михаил играет эту партию Вот Но с Пашей я играл И я прям был очень плохо Прямо я был Ну, вот, типа И я был спавшим Это было, знаете, отвратительное ощущение Когда ты Поздно ложишься Перед тем, как тебе рано вставать А ты еще такой Ты хочешь спать Но уснуть не можешь И ты просто лежишь И такой, типа, что происходит И, конечно же За час до того, как тебе надо вставать Ты засыпаешь Ты час поспал Ты чувствуешь себя еще хуже В общем, вот я прям Мне было плохо И, кстати, если кому-то показалась партия Что она была снята сумбурно Могу вам сказать, что Ну, как бы, оправдание у меня есть только одно Ну, типа, как бы, не оправдание вам Как потребителям контента Это вам должно быть, типа, весело Но если кому-то Было показалось, что Было как-то скучно Михаил, ты как-то все это быстро Так, типа, тук-тук-тук И последние ходы Вы с Пашей не отыграли Ну, да, кстати, партия Получилось, что Ну, так по-дебильному Что у нас все юниты сдохли Которые могли что-то сделать Фактически На третий ход И, типа, четвертый-фятый ход Выпали из игры Потому что, ну, типа А мы делать ничего не можем Ну, типа, мы просто встряли В друг друга И все, типа, зависли И там приходил, как раз, нам Тошур Скажу честно Я просто очень хотел спать Я просто хотел попасть в кровать И лечь и снуть Мне было так тяжело Дежурные советы Михаилу Как исправить его жизнь Спать надо, да В комментарии Напишите, давайте мне Михаил, ляг, поспи А то я не знал, да Вот это совет Ладно, спасибо все равно, если пишете Вот, короче, да Было тяжело Но, как бы, было тяжело Не потому, что было плотно А было тяжело, потому что тяжело Давай следующий сезон Да Ты играешь Вот как Друзья, давайте Что-нибудь Уже были версии Михаил играет один Весь сезон Сам с собой Сам с собой В стиле Моего Крюсейда Блин, а будет весело Вот А еще вариант Каких-то измененных состояний Вот Если что Никаких наркотических веществ Мы не предлагаем Потому что это, конечно же Все осуждает Но, может быть, что-нибудь Я не знаю Какие-то духовные Техники Я могу Ну, не, можем Знаешь, мы можем сделать Типа, Михаил будет Как бы с разной философией Подходить к партиям Типа Вот где-то я подхожу Типа, как буддист Типа А где-то, как вы Инственный католик Не знаю, почему Такие сравнения У нас пошли Можно начать попроще Там, не знаю Посидел на левой руке И играешь левой рукой Партия с незнакомкой Можно, конечно, такое Или наоборот Играю партию С одной рукой Блин, я камеру здесь не держу Я так играю партию Без рук играя партию Плюю Браток на первый ход Ход Нормально будет Ну, слюняво немножко Вот Не знаю Предлагайте Павел встал Какие-то челленджи Перед собой В этой партии Обычно Типа Я бью твоего босса За три хода По-моему, нет Здесь у него был челлендж Михайлов Все-таки Да Ну, шансы были Согласитесь У него была сильная армия Ну, да Это Причем некронская Мы уже обсуждали Это некронская армия В пасте Одна из самых Несбалансированных Получается Она где-то в районе Март Хотя нет Она должна Наверное посильнее Мартской Просто Паша Да, себе сильно Доунгрейднулся Тем, что воровал Много Не у тех кодексов У которых стоило И у него поэтому Как бы слабее Но при этом Она еще и дешевая То есть Как будто по очкам ниже Но на самом деле Нифига не ниже Ну, потому что По пехе Они не очень сбалансированы Ван справедливости ради Вот И в этом плане У него Неплохо Типа шансы у него Все там были Кстати, я нарокал Там самое смешное Пока что По этой партии То, что мой Сержант Ну, как бы Который уничтожал Раньше Ну, помню его историю Он пошел вначале С персонажей Он дальше Убивал персонажей Когда стало скучно Он пошел уже технику валить Ну, и как бы Вишенка на торте Кто-то скажет Типа, Михаил Твой персонаж В этой партии Убил пачку греченов И больше ничего А я скажу Именно Но у Паши Это не просто гречены Он их называл дети То есть, типа Он, как бы Пачку детей А это Ну, например Вот вы с Карим играли Да В Кариме Типа, ты убить детей Не можешь физически Они защищены И, типа А он, как бы Нарушил законы вселенной Вот Поэтому, вот Типа, вы в Вахе Видели детей? В Вахе детей Вообще не существует Типа, а он их нашел И, как бы, бам Вот Ну, я слился Какое-то говно сделал Вот, полное Но Было зато смешно Ах Ну, и как ты еще Ощущаешься После 10 Втрика Да Так же, как и Как обычно Как вообще Как и всегда Как и до этого Как и до пасты Типа Я, ну, типа Ладно Мы итоги будем обсуждать Это прям совсем в конце Наверное Сезона Мы поговорим об этом А так, типа Ну, по партии Партии Я рад, что с Пашей Мы, получается, две партии Сыграли С ним первая У нас была прикольная партия И вторая Это получилась достаточно Тупистическая Тоже Нормально так Хорошо Патекарь достался тебе Да Это мастер Апатекарь Примори Кто-то бы сказал Короче, имба На самом деле Могла бы быть имбой Проблема в том Что Кого он должен поднимать Непонятно У меня два Крусейдер Склада По пять человек И все То есть больше Ну, некому Типа ФНП тоже Только им раздавать Типа, да Ну, там ФНП-чарктером Можно еще раздать Да Не, ну, слушай У тебя есть два Склада Мой Апатекарь, например Он, в принципе, не может Он только Керакторов Личный доктор Ну, да Да У тебя Он вообще Это не умеет У меня У меня Он это умеет Да Но, типа Вот просто В плане того Что Это, на самом деле Ну, как бы В вакууме Это очень сильный юнит Да Ну, может быть А у меня, как бы Типа И, 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 и А куда его приткнуть Никуда его не притнешь Поэтому решили мне его выдать Потому что, на самом деле Реально А, типа Ну, типа Что я буду с ним делать Ну, скорее, просто Плюс чарктер На самом деле У меня, как бы Получился И все И плюс он стоит Копейки там какие-то Вот Но даже мастера Апатекарь Вот так вот Получил я его Наконец-таки Зачем, не знаю Просто будет и все Ну, типа Ладно Получил себе чарктер И хорошо Вот А Паша Получил себе Аннеглейшен баржу Типа Это Ну, там Решили оторваться В конце Вообще Ну, да Ну, справедливости ради У Паши Там такие Падали юниты Это, опять же Некрон напоминает Там, на самом деле Тяжело, что Плохой кинт Потому что у них Очень жирные юниты Ну, вот Бочонок Ни разу не выпал Но там Все остальные В сплоте Все равно Сильные юниты Там Дедикейт Это Паш Сильный Типа Там самолет Сильный Хэвисопорт Сильный То есть Вот У него и так Он там Поймал Кал, например В виде одного Этого Дестройера Тяжелого Это тоже Не самый-то Лучший юнит Ну, так Три Датареи Да, да Но это одна тычка Ну, а было бы У него три Обычные Дестройера Вот это было бы Страшнее Вот Поэтому В принципе Как бы Кажется, что Баржа Это круто Но баржа Это баржа Это не Думс Деярка Там, по-моему Выбор Казалось Между ними Стояло Как бы Это в принципе Уже неплохо Вот Следующая партия Хотелось бы сказать По результатам У нас тут пошел Как бы Проблема Ну, мы в конце поговорим Наверное Про этот тур Еще что-то Назложилось Ну, короче Кто не понимает Когда это все снималось Снималось это все В декабре А в декабре Напоминаю У нас что было У нас была Эпидемия гриппа И чего-то там Еще в Москве И как бы Болели практически Все Вообще А при этом Нам пришлось Денис такой задумался Не болел, да? Черт хитрый Смотрите какой Или просто Денис притворялся Что не болел Вот А проблема У нас сразу же Стала в сезоне Ну, в этом туре Потому что У нас очень много Народу болел Я сам болел У нас Ну, субстракция Не считая Дениса Болел Каждый участник Дениса Лесник Чего там Занимаетесь Без меня Да, вот Вот так вот Лесник-то Хотя бы Справедливости ради В Египтах Ну, кстати, да А вот все Все остальные Все болели У нас Пришлось там Партии переносить Частично И частично Ну, как бы Ставил выбор такой Мы продлеваем сезон Тур Продлеваем не сезон Продлеваем тур Но тогда Мы сталкиваемся с тем Что у нас Сдвигаются все сроки И вам, возможно Смотреть будет нечего Вот И пришлось в итоге Принимать, как бы Болевое решение Из Кучки болеющих Выбирать наименее болеющих Которые могут сыграть Между друг с другом И пересталять Поэтому у нас получилось Как бы Егор с Юрцом должны были играть Они не смогли сыграть Между собой И Илья с Мишей Михеевым Тоже должны были играть Тоже не смогли Потому что Миша у нас Тем более Справедливости ради Тоже надо уточнить Миша просто очень серьезно Заболел у нас То есть он не просто Там проболел Кто-то повезло Кто-то у нас Проболел три дня Я, например Болел там неделю Миша Михеев Заболел так нормально На практически месяц Вот То есть он физически Не мог никак играть Вот А Егор у нас еще и плюс Вообще из другого города Ездит Как бы напоминаю Никто не можем сделать его Да Поэтому как бы Илья и Юрец В итоге играли между собой Пришлось их объединить В кучку Я хрен знает Как у них так получились Результаты Что Юрец проиграл Потому что у Юрца Сильный перевес Все-таки Хоть у него Морские говеные юниты Он должен был Вообще там Типа Илью разносить Просто под ноль И что по миссиям Что по этому Мне кажется Юрец Как молодой Боец Вахолюб Да Смотрит на тебя Такими глазами Вот эта тактика С неусыпанием И всеми измененными Состояниями Работает Вот Михаил же Он как бы справляется Значит и у меня Тоже получится Но как бы он Пока не такой мастер Еще вот этого всего Поэтому Ну бывает Что ж бывает Вот Илья опытный Он как бы такой Да Да Вот Но Илья решил хитро Он уже последний тур Все-таки И это для финалочки Только Он решил в морский кодекс Все-таки кинуть Своровать Все-таки попытаться Достался ему Дропот Сдался он Мог бы без воровства Весь сезон провести Но нет Дропот он взял Морский А Юрца Лэндспидером Получился Вот так вот Егору и Миша Михееву Мы накинули По юниту Все-таки Чтобы для финалочки У них было Что было У Егора Это ринка Традиционно Первая У него Первая Ну у него был Разербэк Весь сезон Обходил Да Но получил А у Миши Михеева Ну такой Интересный юнит У него Эти юнит Которые я не помню Как называется По-настоящему Но я их называю Яйцеголовые С мячами То есть у него В рейс-констракте Которые вот эти маленькие Три чувачка С мячами Ну не самый плохой Так-то юнит По-моему Гордусы Да В рейс-горды У рейс-горды С мячами Ну типа Неплохо Ну не самое Конечно что-то Крутое Но тем не менее Кучка атак У них Ведерочка Могут побить Что-то даже сделают Так что в принципе Интересный юнит Он был рад Что главное Это не Эти не рейнджеры Опять Он думал Уже там плакать Что опять рейнджеры Или спирит сир И все Миша бы там сказал Я больше не буду Ваху играть Никогда Вот И у нас Партия еще была Лесника С Мишей Буслаевым Жесткая 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 Михаил Буслаев Сколько побед у нас Умел В почти четвертого сезона Ноль Миша Мы за тебя болеем Ты давай Как бы это уже Поднимай уровень Потому что Ну естественно Надо на этом Жестком ресталище Показывать себя Альф самцом Иначе Ну как бы Кто за тебя наступится Никто тут Один против всех И все против одного Поэтому Конечно же Надо как бы Это не знаю Это книжки читать Там Михаил Периодически цитаты Выдает Сунь Цзы Я бы знал Сунь Цзы Мне Сунь Цзы Ничего не дал Да Ну типа Надо обмануть всех Короче Главное Ну давай Как Ахвахи Обмануть Это не Ринка А хочешь Си там Лежит книжечка С тауситскими цитатами Которые используют Китайских мастеров Которые ты мне Поможет Я не знаю Но возможно Михаил отдадим Там есть Прообил Цитаты Буслаева Буслаева Да Господи Сколько Михаил Короче Счет как-то Опять не срослось Хотя В справедливости Ради Тау пытались Там хорошие Все-таки Есть Но опять же Опытный Ну да Дайдал 5 плюс Михеев там все Тоже Буслаев все Напихал в росте Ворованных Некоторых юнитов Которых Кал какой-то Ну и много Дерьмовых У него Юниты Не по там Четыре курочки Эти несчастные У него Веспи Да Они тоже Как бы Не то чтобы Что-то прям Невероятное Могут Вот Да И в итоге У Лесника Беснаги Ну типа Ну базишки Типа По сути Окей Хорошо А у Буслаева Круты На самом деле Круты в плане Паши Неплохо Да У них Комба Собирается Не ну типа Круты в пасте Могут что-то сделать Продвижись ради Последней партии Напоминают Эти все Те самые Парни Которые Выиграли До первого Хода Партию На Ей Если кого Интересуют Подробности Какую вам Картинку Короче В пятой Что ли Редакции Наш игрок Увел Все в резервы Наоборот Он увел Все в резервы А Против него Круты Заинфильтрились По его Кромке Стола И он просто Не мог Физически Вывести Войска На стол Да Победа До Начала Партии Вот так Переиграла Круто Это их Надо Уважать Опасаться Да Они теперь Еще и Опасны Круто Неплохой На самом деле Чойс Это 10 тел Не самых Плохих Ну как бы Могло быть Круче Но Все равно Неплохо И Последняя У нас Партия Была Это Митродор И Денис Это Для меня Была Очень важная Партия Мне нужно Было Как бы Ну Хотя бы Попытаться Достать Тебя То есть Она делась На Павла И На себя И Зная Его Возможности По Концентрированию По Вот Этой Тактике Он Естественно В отличие От меня Которая Типа Приехала Что Сегодня Играем Он Так В следующем Месяцем Играть Денисом Что Там Есть По Тактике За Астромилитаром Против ДГ И Зная О Возможности Я Конечно Опасался Сильно Напоминаю Что Это Кажется Уровень Его Юнитов Мне кажется Нет На самом деле Все Очень Очень Просто У нас Мы встретили Как бы Типичный Пример Вот Этого Необъяснимого Пока что Науки Явления Которые Мы уже Наблюдали На протяжении Сезона Это Эффект Метродора Эффект Метродора Который Заключается В том Что Леха Готовится К партии Капец Как У него Все Прочитано Он Реально Может Типа Вот В каждой ситуации Все То Сделать То Сделать Все План Есть И Леха Берет В руки Кубики И Начинается Какая-то Срань Он Там Типа У него На кубах Какой-то Рак Он Забывает Что Он Хотел Сделать Забывает Половину Правил Еще Что Нибудь И Начинается Полная Жопа Ну Там Были Моменты Формата Я Кидал Как Просто Жесткие Спайки Где Никогда Такого Не было Чтобы На 2 Д3 Выпало Больше Двух Морталок Но Именно В Леху Что-то Типа 5 или 6 Вошло Ровно Столько Чтобы Уничтожить Тот Юнит Который Стоит И Локает Мой Однако Леша В конце Сказал Что Проиграл Он Лесу Не Смысли Алексею А Лесу Который Я поставил Посередине И Типа Он Такой Я на Плюс Круто До Партики Ничего Не Выяснилось Сунзы Ты Лес Поставил Центр Все Обыграл Партика Там Написано Что Ты Должен Давать Битву Там Где Не Выгодно Противнику И Избегать Битвы Там Где Наоборот Я На Лесной Опушке Я Я Говорил Не Используйте Дэнс Кавер В пасте Это Лукавого Он Только Маленьким Делает Больно Стоял Мы Там Где То Как Раз Водвандились Друг Друг Но Все Таки Блин Это Дебильное Новое Сокращенное Поле Битвы Где Типа Ты Выезжаешь На Точки На Следующий Ход Противник Въезжает В тебя На Эти Точки И Вот Так Смог Ты Сейва Откидать Молодец Нет Но Там Кто Кого Перескорил А Он Играл За Астромилитаром Новый Где Каждый Сука Там Какой На Колесах Это Как Пять Моделей Это У него Именно Такой Чаптер Получился Но Справедливость Ради У Метродора Потом Мы С ним Обсуждали У него Самая Главная Проблема Была Тактики И Стратегии Дурацкий Выбор Целей Дурацкий Выбор Целей И Неправильная Приоритизация Целей Не то Ему Надо было Делать Что Он Он Тебя Мог Раскатать В принципе Так Достаточно Уверенно Если Бо Он Правильно Приоритизировал Цели Ну Типа Если Народу Будет Понятно Может Как На Примерах Объяснить Метродор Старался Давить Денису Очко А Смысла Это Не имело Никакого На самом деле Ну По Факту Да Он Высадил Чуваков Туда Она Тянул Мои Войска На То Чтобы Освободить Очко От Вражеского Поругания Но Тем не менее Ну да Ну типа Чтобы вы поняли Не всегда Очевидны Те решения Которые Стоят Самый Пример Того Что Иногда Даже При Более Славном Ростере Вы все равно Можете Победить За счет Каких-то Решений Если Вы Там Правильно Все Прочитаете Ну Просто Даже Математически Можно Вахе Прочитать Все-таки Ну Хотя Статистически Что Вы Можете Сделать Те есть Вот Партия Где Я играл Против Метродора За Германа И Когда Я ему Бахнул Собственно Его Бублик Который Метродор Думал Что Никто Не Будет Атаковать Потому Что Выглядит Он Достаточно Жесткий Я Просто Даже В безумном Состоянии Прочитал Что Статистически Он Валится И Завалил Вот Тоже Самое Надо Посчитать Просто Что Ты Можешь Сделать А Чего Не Можешь Сделать Вот И Так Как Валить Очко Это Очень Рандом Большой Вот Лучше Было На Другие Цели Переключаться Короче Ваха Война Бухгалтерии Наймите Пожилую Ну Как Пожилую Средних Лет Женщину Такую С Химией Да И Вперед Будете Побеждать Надо Короче Вам Нужен Бухгалтер Такие Да Набросали Мы Каких Крутых Чуваков Ну Короче Каждый Получил По Лорду Метродор Тоже Решил Своровать У него Пеший Лорд У Дениса Термар Мори Лорд Ну Тоже Пеший Вот Ну Типа Лорды Лорды Да Красавчик Да Вот Что Можно Сказать По Итогу Тура Наверное Знаешь Что Можно Сказать По Итогу Тура Ну Вот Он Был Поговорим Про Весь Сезон В конце Да Именно Сезона Но Этот Тур Опять Был Один Из Тем Тяжелых Опять же Из Близости Нового Года Но Это Не Особо То Болезни Просто Из-за Того Что Сраные Эпидемии Это Все Болеют Все Болеют И Это Было Прям Очень Тяжело Вставить Сюда Как То Пары Просто Чтобы Люди Сыграли То Ба Типа Тут Наверное Даже Возможно Было Потяжелее Чем В сентябре Было Как Бы В Выставлении Пар Вот Так Вот Ну К сожалению Как То Каждый Раз К концу Сезона Независимо От Ничего По Разным Причинам Начинаются Сложности Ну Да Мы В деталях Наверное Опишем Уже Это В конце Наверное Что Что Там Ну Да Вот Этот Сезон Не Военопасть Происходит Ну Справедливо Сраведливо Потому Что Когда У тебя Долго Играющий Проект И Растянут На Большой Период Времени С Большим Шансом На него Что То Как Бо Пятый Сезон Где Михаил Играет С Михаилом Минимальные Риски Но Что То Может Пойти Не Так Михаил Номер 46 Отвалился Да В какой То Момент Что Делать Мы Но Тем Не Менее Все Так Мы Смогли Дотащить Какой У нас Был В этом Туре Этот Самый Шторм У нас Мы Дискардили Миссии Тактикульный И Даже Чуть Ли Не Решили Взять Эту Тактику Как Общую Да Да Потому Что Как Все Должны Страдать Вообще Разные Такие Мысли По Поводу Того Что В каждом Элементе Пасты Привнести Элемент Страдания Да Он должен Страданиями Душа Полнится Как известно Совершенствуется Совершенствуется Не важно Полнится У нас будет Полнится Вот Но По поводу Этого Штормакса Да Мы не сказали А с ним Еще кек Был В том Что Половина Игроков Отыгрывала Его Не так Как Должно Было Ну И Ладно Хрен бы С ним Главное Что В одной Партии Оба игрока Отыгрывали Его Одинаково Вот Это Самое Важное А так Как Получилось Так И Получилось Шторм Прикольный Хотя Я Как-то Не понял Прикола У нас С Пашей Странная Штука Была Что Например Шторм Который Должен Не позволять Нам Выполнять Миссии А Мы По Вторичке Оба Кап Выжрали При При Этом То Притом Что Дискарди Друг Друг То Мы Прям Как-то Хорошо Умудрились Это Да И Первички Почти Кап Взяли У нас Смешный Результат Был Шли На Ачивку Заработать Кап Да Жалко Не в Крюседе Это Было Да Вот Короче Вот Такой У нас Десятый Тур Получился У нас Остает Сейчас По сути Только Финал Вам Показать Гранд Финал К Которому Мы Шли Помимо Него Вы Естественно Посмотрите Еще То Как Мы Видели Свои Армии Истории Личных Армий Нашего Каждого Игрока Кто Смог Дотянуть До Конца Вот И И И Итоги Сезона Да Подведем Опять Обсудим Что Там К чему После Чего Начнем Уже Готовиться К Следующему Сезону Сезон Напоминаю У нас Будет Такой Коротенький Потому Что У нас Есть Небольшое Окно Между Концом Девятки И Началом Десятки Запускать Сейчас Большой Сезон Прежде чем Выйдет Редакция Достаточно Бессмысленно Потому Что На половине Может Меняться В принципе Все И так У нас Много Естественно Меняется По ходу Потому Что Выходят Новые Кодексы Какие-то Изменения Правил Происходит Тот же Armor of Contempt Он буквально Вот сезон Закончился И он Отвалился Да То есть Типа Там Мои Модели Которые Не Являлись Спейсмаринами Но получали Armor of Contempt Потому Что Так Работали Правила Типа Они Бо Ту Зато Финал Уже Бо Без Не Уже Не Будет Здесь Только Это Затронет Правила Меняется Такого Ваха Тут Ничего С этим Не Сделаешь Так Что Как бы Наполовине Вдруг Начинать Достаточно Бессмысленно До Десятой Редакции Основная Часть Пасты Подождет Как Она Видоизменится Какие Мы новые Фишки Вернем Че Оставим Хрен Узнает Естественно Будем Все Это Обсуждать Если У вас Есть Какие Идеи Обязательно Делитесь С нами Может Ваша Идея Повернет Пятый Сезон Или Шестой Уже Получается Хотя Мы Не будем Вряд ли Называть Пятым С Ересью Там Прямо Просится Эта Паста Ересь В пятом Сезоне Возможно Ваша Идея Будет Ключевой Кто Знает Мы Закопались Процесс А вам Оттуда Издалека Снаружи Виднее А Следующий Сезон Будет По Ереси И Вы Скажете Там Просто Мары С Марами А в чем Смысл Там Разные Мары Ребята Там Такая Ж Вы Себе Не Представляете Да При том Что Еще И Правила Сами Базовые Ну Да Это Ваха Там Все Еще ВСБС Но Они Очень Сильно Отличаются Это Семерка Тире Хрен знает Черка С кучей Всяких Штук В челленджи Там Возвращаются Новые Вот эти Реакции Броня У Техники Которые Мы Мечтали И проч То есть Малины Которые Валят Ледак И убегают Невероятные Штуки Все Это Будет И Не Проходите Мимо Да В любом Случай А так Вот Видите Десятый Тур Закончился Основная Часть Пасты Закончилась Обсудим Все Общие Детали Уже На общем Ролике Но Хочу Сказать Что В этом Четвертом Сезоне Реали Хрен Его Знает Какие Фактор Икс Так Сказать Вот Но Четвертый Сезон Создает Очередную Планку Которую Надо Потом Опять Снова Перепрыгнуть Да Черт Побери Так Что Следите За выходом Гранд Финала Будапешта Почему Ты не хочешь Сказать Гранд Отель Возможно Он будет Такой же Странный Но Интересный Я Сплю со Всеми Своими Друзьями Так Что Оставайтесь С нами Берегите Себя И Свои Менечки Пока Субтитры 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 Субтитры